МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Константин Кравцов. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Первоапрельские розыгрыши над чем смеются в России и за рубежом? Старожевой кот, как милое пушистое создание, превращается в хищное и опасное животное? Сотрудники ДПС задержали генерала армии Вселенной. Именно так представился полицейским пьяный водитель. Фраза «А у вас спина белая» на этой неделе звучала гораздо чаще обычного. 1 апреля россияне отметили день смеха. По традиции каждый старается разыграть коллег по работе или близких. Особо удачные розыгрыши тут же попали в интернет. Правда, стоит отметить, что представления о том, каким должен быть розыгрыш на 1 апреля в нашей культуре и западной, совершенно разные. Так в Бразилии на одном из местных ТВ явно перестарались. На 1 апреля решили пошутить над пассажирами метро. В итоге получилось реально страшно и совершенно непонятно, в каком месте смеяться. По сценарию подземная электричка останавливается на пустой станции и в салон со всех сторон пытаются войти зомби. Авторы явно перестарались с гримом. Некоторые пассажиры от увиденного просто падали в обморок. Бразильским телевизионщикам надо брать пример со своих коллег из Сыктывкара. Розыгрыш в этом городе получился веселым и по-настоящему забавным и бюджетным. Из реквизита журналистам понадобилась пустая коробка. Ну а здесь классика жанра. Невидимый канат на дороге. Розыгрыш известный, но всегда срабатывает безотказно. Школьники делают вид, что натянули поперек дороги веревку. Видя это, машины притормаживают водители. Поняв, что их разыграли, улыбаются и едут дальше уже с хорошим первоапрельским настроением. Междуреченские журналисты решили 1 апреля проверить бдительность граждан и посадили за кассу якобы особо опасную преступницу. Часть посетителей вообще не поняли, кто их обслуживал. Ну а те, кто догадался звонить по указанным номерам, не стали, решив, что все-таки кассир и преступница просто сильно походят друг на друга. Похоже, что на этой неделе изобрели новый вид спорта. Его назвали перегребля. Авторство приписывают полякам. Чтобы провести состязание по перегребле, понадобятся две команды по три человека, одна лодка и один бассейн. Соревнования получаются довольно-таки зрелищные и, самое главное, малозатратные. Пользователи интернета этому виду спорта прочат олимпийское будущее. А для большей зрелищности рекомендуют посадить команды не лицом друг к другу, а спиной и грести до тех пор, пока каноэ не порвется. Сотрудники ДПС Воронежа изрядно повеселились, когда поздно вечером остановили белый фольксваген. Сначала за рулем вообще никого не оказалось, а это верный признак того, что водитель не трезв. Через несколько секунд рулевой вернулся на свое место и представился начальником. Затем, видя, что на полицейских его должность не произвела совершенно никакого впечатления, водитель тут же повысил себя в ранге и назвался начальником армии Вселенной. После этого попытался скрыться с места происшествия, чуть не задавив инспектора ДПС. Жителям центральной части России на этой неделе было не до смеха. 30 марта в ряде регионов прошел сильнейший ураган. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Стихия опрокидывала легковые автомобили, грузовики и даже пассажирские автобусы. Тысячи людей несколько часов оставались без электроэнергии. Те, кто рискнул выйти в такую непогоду, из дома по улицам просто летали с космической скоростью. На этой неделе звездами интернета стали коты. Полтора миллиона просмотров набрал видеоролик, где папа якобы ругает своего грудного малыша. Реакция домашнего питомца последовала незамедлительно. Кстати, коты могут не только защищать детей, но и обижать. В данном видеоролике ребенок сам напросился. Здесь непонятна реакция взрослого, который по идее должен был приструнить сына и не позволять обижать животное. Папа малыша вместо этого скомандовал коту. Фас. Фас. Сима, фас. Фас, я ему сейчас даю фас. Смелая белка также стала звездой интернета на этой неделе. Грызун, получив лакомство от посетителей парка, вместо того, чтобы съесть, стал прятать. Да не куда-нибудь, а за шиворот угощавшего. На этом пока все. Мы ждем ваши видеоматериалы на нашей электронной почте и на нашем сайте. Пожалуйста, не забывайте оставлять свои контакты. Кроме того, присоединяйтесь в группе «Мобильный репортер Хакасия». Мы есть во всех популярных социальных сетях. Смотрите нас каждую субботу на канале «Россия-1» в 10.50 и на канале «Россия-24» в 19.30. С вами был Константин Кравцов. Увидимся!